Всем привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал! В гостях у Павловны! Сегодня я хочу по-быстрому испечь вот такой пирожок. А пирожок всем-всем известный. Я показываю не для того, чтобы вас научить, потому что все умеют, мне кажется, стряпать такой быстрый пирожок. Это заливные пироги. Их стряпают с любой начинкой. Я и с капустой стряпаю. Я и с мясным фаршем стряпаю. С рыбными консервами. Сладкие. В общем, проще не придумаешь. Это заливной пирог. А сегодня я буду стряпать заливной пирог вот с такими фрикадельками. У меня есть замороженные фрикадельки. Я их немножко достала, чтобы они оттаяли. Ну, а вот для теста что я взяла? Для теста нужно 3 куриных яйца. Да, но у меня дома оказалось всего лишь 2. И поэтому я еще 4 взяла перепелиных. Ну, я думаю, что яйцо целое равноценно. Даже чуть побольше будет. Но ничего страшного. Так, возьму сметаны. У меня здесь вот пол банки осталось. И столько же возьму майонеза. И стакан муки, просеянной муки. Разрыхлитель и соль. Для начала я разрыхлитель смешаю с мукой. А затем уже буду взбивать яйцо. Добавлять сметану, майонез. Ну, сначала вот так. Размешиваю сметану. И столько же. Сейчас добавлю майонеза в эту смесь. Вот не выключается. Что-то у меня камера. Вот такая однородная масса у меня получилась. Вот такая она. Погущу чуть сметаны. И сейчас я в эту форму, форму, вот у меня такая есть форма, я ее смазала маслом. И тесто перелью сюда. Как вы уже поняли, что осталось разложить фрикадельки, что я и сделала. Духовка нагревается. Температуру сделала 180 градусов. И ставлю сейчас в духовку минут на 30-35-40. Ну, посмотрю, чтобы все это подрумянилось и пропеклось, конечно. Вот так пирожок выглядит. Проверила с шпажкой. Все пропеклось. Вот оно даже кажется, что как будто бы вот здесь подгорело. Нет, это такая румяная корочка. Эта камера так искажает. На самом деле он такого нормального, без поджарок. Я вот вижу по камере, что здесь как будто бы подгорело. Нет, нормальный такой все. Сейчас пусть остынет. Накрою полотенчиком. Пусть остынет и разрежу, покажу в разрезе. Ну, вот еле дождалась, когда пирожок остынет. И хочу вам показать. Вот такой вот он на срезе. Рыхлый. В дырочках. Такой прямо аж воздушный, мягонький. Вот здесь я сейчас хочу показать, что и фрикадельки все пропеклись. В общем, очень вкусно. Начинка, как говорится, может быть любая. Залить можно все, что угодно. И сладкое, и соленое, и рыбное, и мясное. В общем, такая вкуснятина. А мы сейчас будем пить чай. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok